всем здарова народ продолжаем играть в медивил 2 тоталор играем за византию играем конечно же на максимальной сложности ну и в прошлой серии мы победили монголов а это в общем то открывает для нашей компании новые возможности а именно я думаю настало время повоевать с турками только для этого нам нужно будет стянуть наши силы так у нас есть конные застрельщики под командованием кириака из погиона есть элитная армия под командованием стефана похотливого далее идут войска фотина мономаха примерно такая же армия ну и следом замыкает роман из пелорегиона я тоже в общем-то элитная византийская армия император никифор командует еще одной армии конных застрельщиков так а с турками у нас нейтралитет до войну в на прошлом ходу я не стал развязывать так ребята вы мне не нравитесь сейчас мы их это самое давайте ну да давайте их авторасчетом полная победа но прекрасно так вернем войска в обратно в город адану в общем-то это были гарнизонные войска до их можно переподготовить так и ну и вернемся к нашим баранам у к нашим силам нам по направлению холмса нам тут еще я не стал выдвигаться мануил ники рид еще одна элитная византийская армия и сак лим ну и сак лим да вероятно ждет пополнение конных застрельщиков ибо данный персонаж командует именно вот византийскими конными стрелковыми войсками так власть из олефины мы здесь вообще все в перемешку кстати хочу здесь дихо это один отряд застрельщиков его сюда нужно к этому исааку лиму так вроде бы все такая это самое я где-то подтягиваю конных застрельщиков мне еще три отряда нужно так но здесь нету их из тира да из тира будут подходить в общем-то свежие подкрепления ну а мы давайте да вот а ну все да как говорится священники закончились так как из константинополя куда я священников везу в сирию да я думаю хорошо так мы можем наверное еще лазутчиков еще убийц в общем-то нанять на территории ближнего востока а я уже кое-где этим как раз и занимаюсь так холмс давайте еще лазутчика убийцу прекрасно так и останови остается нам проверить финансовые отчет да вроде бы нормально 38 тысяч в строительство вкладываю 23 тысячи в найм войск да решил я нанимать войск много но тем не менее давайте сдадим следующий ход разделяем армию ну да антиохия сейчас займется в общем-то обороной сирии вернее того кусочка сирии которым они владеют которые они контролируют кстати мне вот в комментариях посоветовали слить антиохию прошу прощения не антиохию а иерусалимское королевство написали мол типа да там у них один замок остался человек собственно говоря мучить так вот и я я бы не стал это этого делать мы можем немножко порассуждать пока в общем-то фракции делают ходы так вот почему я не стал бы этого делать ну потому что антиохия и иерусалимское королевство в союзе и королевство в союзе антиохия вроде бы является нашим вассалом так гилью оружейников я пожалуй буду строить феодосий по лисе так вот если я начну войну с иерусалимским королевством то в общем то а так как антиохия и иерусалимское королевство являются союзниками скорее всего антиохия она разорвет со мной все договора все союзы и останется верно союзной иерусалимскому королевству так что пускай иерусалимское королевство пока что еще поживет они особой опасности не представляют объявление войны турция княжества антиохия эти народы объявили друг другу войну возможно противостояние ослабит их отведя угрозу от пределов вашей державы так оказывается я дофигища всего нанимаю на смерти какие смерти в общем то на этом ходу пруссин мили сен купец в никосии так ну мы можем его заменить константин стратиотик купец в окрестностях еревана хорошо мы его тоже заменим незаменимых людей не бывает федор гневные член семьи в дореле мавр из петролы и священник в окрестностях холмс холмса да и совершеннолетним настал коман ласкарис где в ереване 16 лет душа компании гурман добропорядочный склонный к набожности хороший руководитель не общительный неплохой командир и здоровый а давайте мы его лучше отправим губернатором в тбилиси идем на врага враг разбит мы одержали победу выступаем хорошее место для лаги просвеченная держава турция если знание это сила то эти люди самые могущественные на свете им подластны чудеса техники их культура богаче любой другой их ученым нет равных хорошо знаете алеппо да и антиохию можно было бы отдать на съедение туркам и только потом уже начать войну с турками да но потому что если я сейчас на них нападу то в общем то они уйдут в глухую защиту так хорошо давайте мы для начала давайте мы для начала выдвинем наши силы по крайней мере к границам поступаем хорошее место да поступаем продолжим путь за приказывайте воины марш заночуем здесь укажите врага так императора с конными застрельщиками забросим на мост так сюда три отряда вардариотов да я вот помню что они как раз у меня подготавливались что прикажете так ну да это в сторону в сторону раки выдвинем марш окончен что прикажете ваше величество так объединяемся ваше величество блин еще этих застрельщиков я оказывается нанимаю да вроде нормальный парень так просто дофигища я нанимаю войск это же с этой всей военной машиной пока ты справишься в интеллектуальном плане тоже можно блин офигеть два-три раза так все да прекрасно неужели это загонят еще не все еще конные застрельщики у нас дрессируется в общем-то так так а вот здесь вот что у нас ну да в общем то все то же самое так давайте мы бросим виконе их так вроде бы все что прикажете марш поступаем продолжим путь завтра на рассвет что прикажете так вот это вот все разношерстное хозяйство нужно будет превратить в полноценные армии всем спешится привал разбиваем лагерь рад служить выступаем немедленно всем спешится привал что прикажете так здесь у нас еще конные застрельщики так здесь так здесь я в общем то не нанимал феодосиполисе ничего не нанимал полный доспех а нужен ли он мне этот самый полный доспех куда мы нанесем удар поступаем воины марш так хорошо пока в общем то мы справимся со всей этой сложной системой логистики я думаю это самое может быть турки захватят у антиохии сирийские вот эти вот владения алеппо и княжества антиохия конечно же да мне мне просто это самое необходимо захватить сирию ну под властью антиохии она во первых мешает мешает моей логистике мне тяжело через вот эти вот регионы таскать своей армии лучше бы конечно же они были бы все под моим контролем под контролем из антии такая поскольку по пять конницы да сейчас давайте сверимся с оригиналами укажите так 245 да и генеральский шестой так 245 есть лучники и объединяем войска милорд до приказаний объединяем армии милорд да так а здесь тоже стрелков нету уже не хотите ли вы мне сказать что мне надо что мне надо сейчас лучников нанимать да ну кое-где есть лучники да ну ладно давай так и быть нанимай так ну да здесь шага буквально не хватает давайте мы еще элитных византийских стрелков да наймем так ну и будем потихонечку да вот стягивать силы да вообще-то можно сдать ход так и что же антиохия сможет удержаться возле алеппо ну ну турки тут как бы прямо на кураже на острие атаки эти ребята мне кажется останавливаться пока что не собираются так а чё не понял чё вы отступаете оставили две армии здесь и все а нет они они это они осаждают алеппо отлично алеппо если что мы перехватим так может быть еще что нибудь интересное есть ну вот допустим ну вот допустим допустим вот так огромнейшие города в нашей империи алексей честный член семьи умер собственной смертью в лимассоле так кстати да в лимассоле придется понизить налоги естественная смерть естественная смерть в общем-то настигла Димитрия Калуда священника в окрестностях Эдессы понятно тоже ну и так же вот естественная смерть настигла миристика веротерпимого священника в окрестностях Каира новые члены семьи Стефан из Олефины и Георгий Дроссин или Дроссин честно говоря не знаю как правильно ставить ударение вражеский агент замечен в Феодосиполисе бдительные стражи обнаружили вражеского лазутчика но не сумели поймать его весьма вероятно что он еще где-то поблизости где ага аж Феодосиполис чего ты там ищешь в мире нет более развитой державы чем наша ни у кого нет подобной культуры и столь же мудрых ученых поистине мы являемся островом цивилизации посреди океана ереси и хаоса так отлично из минуса мы выбрались так ну это хорошо пусть они осаждают Алеппо пусть они вообще штурмуют Алеппо о вот это вот да вот это хорошо да поступаем хорошее место для нас что прикажете есть продолжим путь завтра на развете так и Банис что же ты Банис это самое не хочешь управляться нормально ой блин да вернемся к нашим баранам объединяем войсками лорд так и варсуфи да я помню еще нанимал конных застрельщиков вполне вероятно мне как раз не хватает конных застрельщиков что прикажете так а 6 да 6 лучников надо надо чтобы было у нас в армии 2 4 6 6 да такие то вот стандарты у нас так а секундочку сколько здесь 4 да еще 2 а что приказаний так хорошо ну пока что вот сюда вот давайте вот так вот мы их объединим все рад служить так вообще-то и у нас и здесь есть стрелки если что конечно конечно ваше величество а милон да вперед так что прикажете заниматься этим или нет блин ну этих нужно переподготавливать а а кстати в тире я вот не помню у нас здесь какая а вот такой броник крак дешевалье крак дешевалье так ну хорошо вот так вот сделаем марш ваше величество что прикажете да нам нужно переподготовить вот этих вот наемников европейцев так я думаю можно потихонечку уже священников выдвигать на позиции вы укажите врага да чё тут показывать врага кстати давайте вот это вот еретика гаврила киру лария устраним с помощью нашего убийцы так прекрасно успех убийцы джон экса трох убийца плюс 2 к скрытности получил ну в общем то можно и рисковать все равно мы как бы с турками нет нет так я бы честно говоря знаете вообще бы это самое обнаглел настолько что выдвинулся бы вообще на территорию турции приказывайте да так чтобы бить в общем то по мосулу вот по вот этому кирку куда багдаду так риту вот по вот этим вот тыловым объектом т Devote во точку и т так это — это в общем то всё для конных застрельщиков так все в отеле я перестал их нанимать что в общем-то уже хорошо так а почему бы нам не сделать вот так вот допустим на сколько здесь 45 5 так 456 вот так и вот так блины 1 как раз не хватает да вообще-то у нас все хватает отставить панику все у нас в общем-то хватает вот эти вот тыловые армии можно будет использовать для удара пуалепа ну я имею ввиду конечно же когда турки захватят этот региончик почему я в общем-то и оставляю антиохию разбираться с турками здесь чтобы перехватить эти регионы как бы вас летит честно говоря не 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 хочется вот разрушать между нашими государствами так по дома но я думаю да по дамаску я тоже здесь оставлю одну армию для удара по дамаску здесь можно будет еще две армии оставить и одну конную армию застрельщиков для прикрытия но там уже можно будет чего-нибудь чего-нибудь делать блин вот вот кто тебя это самое кто тебя звал сюда как ты здесь это самое да не боюсь я тебя ты просто да мы поняли да что ты хотела сказать так я по моему еще кое-где этих купцов нанимал так а здесь в в грузии в армении мы добываем золото не понял а чё вы так это самое так плохо относитесь уже как бы губернатором сюда приехал так эдесса да вот если бы вот отсюда тащить священников чтобы недалеко было было бы вообще замечательно так что у нас здесь семьдесят пять православия прекрасно все дело в том что нам здесь активно мешают причем активно мешают не только турки со своими в общем-то исламскими имамами но и антиохийские католические священники так блин это ж пока все это пока все это перебросишь на границу это я просто гигантские кстати ван как это я обошел тебя стороной почему жить и врага есть хорошее место для лагеря кто расстроил вас дали слушай так давай-ка ты сюда 92 православия так на священников да уже можно потихонечку выдвигать было бы неплохо конечно же и к дамаску именно к окрестностям дамаска выдвигать как прикажите на сегодня ну путь округли да мудрое решение так да да что прикажете ну нормально хорошо пока что пока что все все чудесно кроме конечно же этой ведьмы дано наверно мы в родосе да давайте а вот еще и убийцу заодно если как бы священник не справится отправим убийцу у меня оказывается священников то можно несколько еще нанять наверно в холмсе да наймем так лазутчик убийца лазутчик так отлично можно можно вовсю это самое веселиться давайте зададим еще ход ну и кто кого да смотрите антиохийцы отбросили турок от алеппо так а я запомнил слушаю да так холмс так ну и конечно же родос только давайте мы дочитаем до конца в общем то все свитки естественная смерть а адмирал федор и димитрий зафиеса лазутчик в окрестностях антиохи совершеннолетними стали эллифтерии ласкарис давайте взглянем на него 16 лет ярый трезвенник экстравагантный смекалистый снабженец прирожденный командир так ну тебя нужно это самое куда-то вот сюда вот ты кстати пригодишься нам и стефан из погиона в кесарии 16 лет знающий меру мастер штурма чопортный редкостный урод этого человека можно показывать на ярмарках или ставить на поле вместо пугала языкастый общительный невезучий торговец бережливый предвзятый хороший командир так в общем то да урод он или нет это совершенно неважно мы все равно принимаем его таким какой он есть так хорошо продал продолжаем выдвигаться вглубь турецкой территории ну понятно да что отношения с турцией ухудшаются это и ясно блин как божий день конечно же они недовольны что мы тут по их ним территориям шастаем тем более без разрешения только это самое кто их спрашивать то будет так у меня здесь две армии на так но одну можно да вот на раку отправить а тут застрельщики так и вот здесь сейчас мы только вот по-человечьей все это сделаем так и еще один отряд да ладно здесь тоже нужно переподготавливать так это в сторону раки пойдет так если уж надо подготавливать так подготовим их в краке дешевалье так ну отлично уже все более не менее приобретает какой-то вид так вот эту вот армию давайте мы к десе подтянем что-то я уже перестал надеяться что турки смогут взять алеппо вряд ли конечно же да вот они смогут это сделать хотя с другой стороны иди знай а вдруг они сейчас вот раз и так один отряд куницы ну и что одного отряда лучников не хватает давайте мы наймем армянских стрелков так и все равно все равно не хватает что ты будешь делать а так здесь у нас еще застрельщики кстати для полноты нужно нужно три три отряда застрельщиков так ладно это все мы сможем дополнить есть хорошее место для кого мне сокрушить что прикажете приказывайте укажите врага я же говорил что сможем это самое дополнить продолжим приказывайте да так здесь я в общем-то походил да я думаю ребята да у нас целая серия уйдет только на подготовку войны ну потому что блин расстояние огромное это пока ты преодолеешь все эти дистанции плюс ко всему у нас просто огромнейшая военная машина пока она собственно говоря развернется пока то то это же пройдет дофига времени это как бы так вот с бухты баракты не не решается кстати было бы думаю неплохой вот здесь вот подготовить уже полноценную армию конных застрельщиков пускай она будет уж лучше чтобы она была чем соответственно ее не было так алания давайте мы понизим налоги что-нибудь можно будет докинуть стройку так и да я вот с этой ведьмой хочу разобраться хочу и и никак вот не недоразберусь так прекрасно даже стрелять не пришлось имберт хрисан слуга господа плюс один к благочестию получил этот священник богохульник биркита казнена вам удалось доказать что эти несчастные погрязли в ересе огонь костра очистит их душ и и скупит преступления против истинной веры так убийцы ждет так убийцу можно куда-нибудь сюда будет закинуть закинуть я думаю в общем то мы найдем ему какое-то рациональное применение так ну отлично все как раз вот как раз неплохо то и идет так и в эдессе священников в хомсе тоже священников так вот этим вот персонажем а я походил прекрасно замечательно так сдаем следующий ход так сдаем следующий ход смотрите анти ахийцы осмелели уже ну да после ряда побед возле алеппо смотрите перешли в контратаку и теперь они гонят турецкие войска из сирии так ну да давно давно бы нужно было разобраться со всеми этими вот мятежниками турками и прочими и прочими которые тут возле алеппо тусуются на сегодня мой путь окончен так смотрите они выдвигаются на встречу но к нам на встречу нашим армиям я имею ввиду турок турецкие силы улучшение гильдии в тбилиси главная резиденция гильдии купцов главная резиденция гильдии купцов стремится все взять под свой контроль не все любят чужое вмешательство но гильдия все же обеспечивает помощь в трудные времена контроль и поддержка вот что поднимает местную торговлю на очень высокий уровень так я пожалуй да построю эту гильдию черная смерть в тбилиси помилуй нас бог страшный мор уносит жизни добрых людей если это и вправду кара небесная то сколь же тяжело мы согрешили 3758 местных жителей погибло и 94 воина также погибли ну да спасибо как раз вот там где и надо там где надо в общем то началась чума так благо что уже мало войск в общем то нанимается можно в общем то упорядочить всю эту дикую гонку так один отряд нужно бы бросить карсу ну не один отряд а одну армию так было бы неплохо заняться мост в сторону раки что прикажете продолжим путь на всякий случай слушаю продолжим мудрое решение так и а все священники закончились так что же у нас здесь что прикажете до приказаний объединяем армии милорд что прикажете объединяем войска и лорд так прекрасно кто же из вас хочет командовать да ну вот у мавра из стамиона да у него прям верность верность огромнейшая так 45 а давайте в общем то собирать еще одну армию а ваше величество марш объединяем а так нужно будет теперь подтянуть тяжелую пехоту объединяем армии милорд что прикажете что прикажете не понял а как так получилось что никто из вас не переобучился наверное я забыл на поставить на переобучение наших рыцарей тяжелых так в общем то да это лишним не будет пускай пускай оно здесь на границах тусуется я думаю мы найдем всему этому применение кстати вот генералы тоже поступаем хорошими нужны будут так и застрельщики кстати тоже пригодятся почему нет есть марша что прикажете выступаем есть хорошими рад служить так прекрасно окрестности одессы это в общем то наши территории так похоже наша авантюра уж слишком это самое затянулось продолжим путь укажите врага есть кого мне сокрушить поступаем поступаем так это можно будет ударить по такриту и по багдаду или по киркуку что прикажете поступаем так вот этот вот полководец на всякий случай ну что я смотрю императору никифору кстати уже 51 год довольно таки престарелый персонаж укажите врага да что прикажете приказываете кого мне сокру так так здесь вроде бы вроде бы я все уже все сделал прекрасно так и тут должны подтянуться наконец-то мои эти самые где мои священники что приказ так все наконец-то всех высадил на сегодня наш путь окончил служу господу да так так давайте мы подтянем вот это вот товарища в общем то погрузим всех священников на него так мне вот и честно говоря мне не хватает застрельщиков именно вот конных застрельщиков что прикажете марш ждем до рассвета мило куда мы нанесем удар с такой армией я покажу так а вас колония нет тоже нельзя а в вальбеке уже нанимаю и в этом самом крак де шевалье да тоже нужно будет подтянуть еще конных застрельщиков и все будет замечательно сдаем следующий ход да смотрите антиохия в общем то выдыхает уже потихонечку алеппо они сумели отстоять вот они уже даже вышли на границы свои да я так смотрю они тут это самое купцами уже начали орудовать что-то добывать какие-то ресурсы видимо они поняли что вся опасность прошла мимо них да кстати вот смотрите турки то тоже не сидят без дела достойный жених помолвка в велконе в ринг модест аксинит 32 года надежный предводитель умник начинающий командир ненадежные давайте возьмем его так вот гильдию купцов никея мы не будем строить ммм э м м м м м м м КОНЕЦ Свадьба Модеста Аксинита и Вилкони Аксинит. Редкие события могут сравниться по пышности и беззаботности со свадьбой этих знатных особ. Пусть же и союз принесет счастье всем. Так, пусть и я не против. Так, естественная смерть Кирьяка Кирулария, священника в окрестностях Эдессы. Семейные трагедии Табрано Канопс и Феофана Камнин. Так, Чорум расширяется прекрасно. Люблю, когда города расширяются. Чёрная смерть продолжает своё страшное шествие по Тбилиси. Так, а мы же продолжаем своё, в общем-то, не менее интересное шествие по турецким землям. Так, ну нужно будет часть оставить для захвата Мосула. Резиденция гильдии оружейников. Так, наверное, часть нужно будет бросить на Токрит или на Багдад. В общем-то, можно будет и туда, и туда. Так, самое главное, чтобы турки сейчас, это самое, не согрились на нас. Ну уж сейчас-то как бы воевать с ними. Так, отлично, это Диарбакиры. Вот есть одна армия. Кракки у нас тоже двигаются, силы. Так. Да, кстати, я хотел. Я хотел использовать нашего полководца для перевозки священников. Так, ну вот, не знаю, вот куда-то сюда, вот на границу, так сказать. Так, вообще-то, блин, я смотрю, тут они занимают мосты. Это не есть хорошо. Ну вообще-то они как бы занимают мосты на своей территории. Вообще-то, да, если по-честному так рассуждать. Но, знаете ли, меня это тоже как бы не очень-то радует. Объединяемся! Куда мы нанесем удар? Да. Жду приказаний. Марс! Объединяем армию, милорд! Так. Блин, чё-то я так профукал Дамаск. А как же армии для захвата Дамаска? Чё-то я хотел оставить одну армию, так и не оставил, собственно говоря. Ну, хотя, вот, вот это вот армия. Да, почему бы и нет. Она-то сможет взять Дамаск. Наверное. А чё, наверное, там в Дамаске, в общем-то, никого и нету. Почему вы это самое? Они не должны взять Дамаск. Они должны взять Дамаск. Так. Прекрасно. Так. Можно будет, наверное, на следующем ходу... Начинать войну. Или не на следующем. Давайте сдадим ход. Надо было священников подвинуть немного. Да, то не у меня в приграничных районах там все сгруппировались. Да, у меня прям такие обширные планы по захвату карты. Да, нужно всё-таки ж будет священников выдвинуть вглубь турецкой территории. Всё-таки ж я планирую... Прям бить... В несколько направлений. Одновременно. А чё не напал? Вот почему не напал, а? Ну вот, ты ж хотел. Подходящий жених, помовка, стоматика, Ласкарис. Асема Пул из Эвния. 33 года. Надёжный командир, смельчак, талантливый руководитель, верный и доблестный воин, набожный берём. Редкие события могут сравниться по пышности со свадьбой этих знатных особ. Пусть же и союз принесёт счастье всем людям. Так, в Ереване. Ага, здесь чумы нету, да? И это хорошо. Кстати, ещё один запасной генерал. Пускай будет. А вдруг что случится? А у нас есть запасной генерал. Даже не один. Так, это неинтересно. Смерти. Валкана Апафлагона, лазучика в окрестностях Дамаска. И Вальсамона Кирица, члена семьи в Акре. Так, ну Акра вроде бы переживает, но не сильно. Чёрная смерть продолжает, в общем-то, продолжаться в Тбилиси. Продолжает продолжаться. Так, куда? Сюда. Так, отлично. Это мы решили, что это будет для захвата Дамаска. Блин, ну ты не дотягиваешься, да? Что приказаний? Ну мы пока что перебросим в тир вот этих вот вардариотов, застрельщиков. А там, в общем-то, дальше будем посмотреть. Так, это священники. Это бы, это бы самое главное не забыть. Так, это подкрепление какое-то. Если что, если как. Выступаем немедленно, выступим завтра на рассвете. Так, я по-моему, забыл. Я по-моему, прям вот забыл нанимать священников в Хомсе и в Эдессе. А, ну я их, в общем-то, и не могу их нанимать. Так вот, священников, да. Священников нужно бы вглубь территории забросить. Пускай они начинают свою работу. В общем-то, тут целый пласт. По работе нужно будет сделать. Потому что, в общем-то, да, завоевать. Да нет, ну ты гонишь, ну. Ой, ладно. Это было, это было прям жестоко. Это вот прям жестоко было. Так, в общем-то, здесь. Здесь у нас все готово. Ну да, на Багдад прям вот, если так замахнуться. Это, по-моему, уж слишком будет. Слишком нагло. Так, это, в общем-то, да. Получается, у нас Токрит. Мосул. Мосул это цитадель. Диарбакыр. Ракка. И Карс. Вот этот вот, прям вот, целый пласт турецкой территории можно будет завоевать. Ну, довольно-таки просто. Наверное. Так, давайте мы начнем потихонечку турецких имамов лишать жизни. Тут уже, как бы, неважно это. Провалимся, не провалимся. Тут уже, как бы, война с Турцией на носу. Тут уже, как бы, даже если будет провал, Ну, понятное дело, да, турецкие власти воспримут это, как акт агрессии. Микаэль из Зихны. Да, плюс один скрытности наемник получил. Да, турецкие власти воспримут это, как акт агрессии. Но, тем не менее, тут уже особо это не ни на что не повлияет. Так, а секундочку, а как так получилось, что я выдвинулся далеко вперед на турецкие территории? Я это самое никакой разведки с собой не взял. Никаких убийц. Да. Так, да, вот это вот я, конечно же, надо было парочку убийц подтянуть. Собственно говоря, не помешают. Да, на всякий случай. Иди, знаем. Вражеские-то убийцы против нас будут действовать. Так, давайте попробуем вот этого турецкого убийцу устранить. Так, все, молодец. Выдвигайся тоже вот сюда, вот вглубь турецких территорий. Подождем до завтра, билет. Успех убийцы Стефан ватонит наемник плюс один скрытности получил этот персонаж. Так, наверное, одного убийцу сюда вот в окрестности раки будет будет правильно перенаправить. Я думаю, лишним не будет. Так, здесь мы нанимаем, здесь, кстати, еще один убийца. кстати, еще священники. Да, в общем-то, мы столкнемся, я думаю, с волнениями. Ну, потому что население этих всех регионов, которые я хочу захватить, все дело в том, что население тут исламское. Поэтому, да, вот они воспримут нас не очень-то дружелюбно. Так, ну, тем не менее. Я думаю, это быстро пройдет. как-то этот шпион, знаете, ни туда, ни сюда. Так, вроде бы все. Вроде бы все, да. Так, сдаем следующий ход. потихонечку уже начинаем это самое разрабатывать турецкий пласт, подготавливать, в общем-то, почву для наших будущих завоеваний. Да, смотрите, а турки тоже, в общем-то, действуют агентами, используют все любые возможности. Так, нет, гильдию теологов Дорилей не буду. Ну, новое открытие, способное изменить ход войны, порох. Этот черный порошок выглядит совсем безобидным, но довольно одной искры, чтобы он взорвался с невиданной силой. Ни рыцарские доспехи, ни крепостные стены, не защитят от этого устрашающего оружия. Тот, кто сумеет первым пустить его в ход на поле боя, одержит победу. Дьявольское оружие. Ходят слухи о новом страшном, поистине дьявольском оружии. Это сыпучее вещество, похожее на крупный песок, называется порох. Довольно всего всего одной искры, чтобы порох с грохотом взорвался, принося поистине чудовищные разрушения. Ну да, это вовремя. Провал задания цареубийства. Вы ничего не смогли поделать с моим ничтожным отцом. Я этого не забуду. Так, это из Иерусалимского королевства. Нам пишут, в общем-то, жизнерадостные веселые письма. Я даже и не пытался, скорее всего. Даже не скорее всего, а точно. Я даже не старался, я ничего и не делал. Так, смерть адмирала Константина в море и валкана в ухо, лазутчика в окрестностях Мосула. Новый член семьи Андроник из Эвниани. Совершеннолетним стал, кстати, Мануэль Манамах. В Кесарии. 16 лет мастер штурма экстравагантной простой внешности, языкастый воин ночи, невезучий торговец хворый, отец солдатам, склонный к набожности. Так, ну он в общем-то, я думаю, метит в полководцы. Просвещенная держава это Турция. Если знание это сила, то эти люди самые могущественные на свете. Им подвластны чудеса техники и культура богаче любой другой, а их ученым нет равных. Так, отлично, у нас снова все в порядке с деньгами. Наверное, можно тебе сразу же потихонечку выдвигаться к линии фронта. да, да. Да, прикалываешься. Так, давайте уже наконец-то займем этот мост. Уже нас-то отсюда точно никуда не скинут. Уже можно будет спокойненько это самое все делать. Так, и... я думаю, в общем-то, да, ждать ждать дальше бессмысленно. У нас все готово. Ну, или почти все готово. так, вот Mossul. А, да, кстати, мне в комментариях один чувак написал ему Mossul правильно говорится, не Mossul, а Mossul. Ну, я, по-моему, несколько раз говорил, что я не знаю, как правильно говорится. Я, как бы, я думаю, я этим никого не оскорбляю, что я, вот, может быть, неправильно оставлю ударение. Если Mossul правильно говорится, ну, хорошо, ладно. Как бы, в общем-то, пусть будет так. Так, давайте мы двинем еще вот этих вот священников. да, слушаю, мудрый, да. Да, даже вот так вот можно. Так. Да, наверное, можно аж сюда, к Багдаду. между нами мир. Да, да, здорово. Ваше величество. Марс! Так, это, это же мои знаменитые конные застрельщики. Что прикажете? Что приказаний? Объединяй войсками, лорд. Так, еще три отряда нужно. Да, нет, нет, а ты прикалываешься. Так, блин, я, честно говоря, забуду про этих священников. Так, все хорошо. Пусть у нас еще вот здесь вот будет полководец. Так, ну вроде бы все, что еще можно сделать. можно вообще-то начать войну. Или может быть сделать еще один ход. Так, не понял, ребята, вы че? шутки вздумали шутить? Так, прекрасно, мы этих сепаратистов византийских победили. Кстати, гарнизон Еревана можно это самое будет смело переподготавливать. Тут вообще можно налоги поднять. Это самое. Денег у нас, конечно же, много. в средствах мы не нуждаемся, но все равно как бы можно бы поболее. Так, ладно, это можно вот сюда вот забросить. Так, что же делать? Начинать войну на этом ходу или дать туркам еще время? Не советую вам ссориться со мной. В принципе, смотрите, он подтягивает. Вот уже рака укреплена. масул укреплен. Ну, такрит, понятное дело, да, такрит, видимо, видимо, турки про него забыли. Ну, я смотрю, у них тут дофига тяжелых пехотинцев. Не знаю, не плохо ли это то, что я вот так вот оттягиваю это самое вторжение, оттягиваю войну. Так, все, да, священники закончились. Давайте мы еще сделаем ход, будем заканчивать на сегодня. Уже мы войну с Турцией перенесем на следующую серию. Но, по крайней мере, знаете, можно будет в конце этой серии объявить войну Турции. Кстати, турки, я напомню, что они являются союзниками Египта, мусульманского Египта. Соответственно, с Египтом у нас будет ухудшаться отношение. Так, ну, отлично, Антиохия, да, хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, но, смотрите, да, помогает нам. так, блин, дофига, все-таки шут урок армии, что-то как-то мне, знаете, вначале казалось, что это будет проще простого. Сейчас уже так не кажется. Да, сейчас все куда сложнее. Новое задание убийство. Проситель совет. Смерть этого еретика счастливит множество людей и устранит очередную преграду с нашего пути. Совет полагает целесообразным его убить, слишком уж долго он зажился на этом свете. Так, Малик зловредный. Ну, давайте я для очистки совести. 8% Не, ребята, не получится у меня. Обращайтесь к кому-нибудь другому. Я, я таким не смогу заняться. У меня не получится, не умею. Просвеченная держава в мире больше нет, более развитой державы нету, чем наша. Ни у кого нет подобной культуры и столь же мудрых ученых. Поистине мы являемся островом цивилизации посреди океана ереси и хаоса. Так, смерть Мавра из Лампе, члена семи в Трапезунде. Так, в Трапезунде мы понизим налоги. Кстати, можно будет заняться без записи немножко экономикой. Так, ну и также естественная смерть Фиотоки из Салоны. Так, купца. Найдем ему замену. Так, прекрасно. Ваше Величество, Марш! Объединяем армии Милорд. Что прикажете? Объединяемся! Так, и здесь у нас в общем-то есть армия конных застрельщиков. Так, ну что ж, давайте да, вот под конец серии начнем войну с турками и уже сразу же, чтобы я не забыл, наметим цели. Так, Багдад. Ну, Багдад я, честно говоря, опасаюсь брать сходу. Довольно-таки опасно. Могу и не сдюжить. Так, пускаем Мавр из Олефины осадит Дьяр-Бакыр. Да, нападаем. Отличное место для битвы. Да, начинаем осадить. Война Византийская империя Турция. Итак, была объявлена война. К противнику следует отнестись со всем возможным уважением, чтобы не недоценивать его на поле боя. Расторжение с союза Византийской империи Египет. Когда-то эти народы были готовы защищать честь друг друга. А ныне их союз разрушается из-за разногласий и взаимного недоверия. Смогут ли они договориться или раздор приведет их к войне? С Египтом отношения плохие. Ну, в общем-то, да, я так и предполагал, что Египет поддержит в этой войне поддержит турок. Так, Мануил Никирид, в общем-то, с нашей византийской армией осадит Карс. Так, давайте мы вот так вот. Карс можно будет заштурмовать, хотя, смотрите, тут тут войска турок. Вряд ли, конечно же, они дадут нам штурмовать Карс. Так, Дьяр-Бакыр можно будет заштурмовать. Здесь тоже мало войск. Так, здесь можно вот будет возле Токрита ударить по турецким силам. Если разбить их, Токрит можно будет взять в общем-то, довольно-таки легко. Так, давайте мы здесь займем мост. Так, Исаак Лимб, доблестный воин, плюс один благородству. Так, имамов мы, в общем-то, уже можем в общем-то, спокойно убивать. Да, там было 95% пациентов. Да, это же нужно было так попасться. Гибель убийцы Мануэль из Ларатона. Убийце не удалось устранить вашего заклятого врага, более того, он сам заплатил жизнью за свою неудачу. 95% Так, ладно. Поэтому я много убийц и нанимал. Потому что игра, в общем-то, нас жестко троллит. Там, в общем-то, была максималочка 95%. Так, прекрасно. Этого имама мы устранили. Успех убийцы Дерья Аркал. Элифтери из Пелорегиона убийца плюс 2 к скрытности. Получил этот парень. Так, давайте мы продолжим выдвигать наших священников далее вглубь турецкой территории. Кстати, возле Ракки 81 Православия. Так, отлично работают наши священники. Так, вот это вот все дело, которое тут сгрузилось, да, вот. Можно двигать далее. Тут у нас митрополиты. Да, эти ребята отлично работают. И, в общем-то, да, охватывают довольно-таки широкий пласт населения. так. Мавр из Тамиона осадит Дамаск. Дамаск, я думаю, тоже можно будет заштурмовать. Но здесь вообще смехотворное смехотворный гарнизон. Так, Имам. ждет 95%. Но да, можно ожидать чего угодно. Так, прекрасно. Успех убийцы. Микаэль из Зихны. Убийца плюс 2 к скрытности получил данный персонаж. Так, священников больше нельзя нанимать. Ну, нельзя, нельзя. Не страшно. Так, я бы, честно говоря, подтянул бы еще убийц. Кого мне сокрушить? Да. так, хорошо. Ну, вот, вроде бы все готово. Да, для следующей серии, для следующей серии все у нас готово. Я думаю, да, ну, по крайней мере, хоть что-нибудь мы сможем откусить. Я думаю, в общем-то, я думаю, в общем-то, да, кое-что, по-любому мы сможем. Может быть, чего-нибудь и не получится, да, тут загадывать сложно. Но, я уже вижу, как бы, возможности для захвата очень вкусных регионов. Думаю, думаю, все будет замечательно. Так, смотрите, турки не хотят становиться нашими вассалами. На перемирии они тоже не согласны. Так, давайте мы предложим им перемирие. Но выдвинем, в общем-то, некоторые требования. ну ладно, да, предложим. Так, ладно, это было весело. И, конечно же, никто на такой результат бы точно не рассчитывал, ну и я, в общем-то, в их числе, я не думал, что это прям получится, но хотелось на каком-то позитиве закончить эту серию. Ну что ж, война с Турцией у нас начата. В общем-то, следующую серию мы посвятим битвам. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и увидимся, услышимся в последующих сериях. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры субтитры Продолжение следует...